Добрый день! В этом помещении и бурить, плюс запах. Запах рыбы это огонь. Побежали! Привет! Привет! Работа? Да, господи вам! Привет! Метр двадцать, да? Экраны? Хорошо на четыре. Вот таких. Смокрота. Смокрота. Воно даётся на керню. Двадцатая? Ах ты! Двадцать четвертая. Метр двадцать между двумя перекрытиями. Классный размерчик, да? Субраком лазить. Это то, что мы называем полумесяц. Это то, что мы называем двадцатая арбатура. А это результат. Причём сегмент практически изношен уже. Осталось 20-25% сегмента. И при этом происходит отрыв. Удивительно. Мы сверлим отверстие под ливнёвку, как сказал заказчик. А теперь хочется понять, а какая тут ливнёвка. Сверху супермаркет. Получается это ливнёвка? Это серьёзно? Может откроем, проверим? Ливнёвка или нет? В общем, это ливнёвка. Всего 16 отверстий надо сделать. Диаметр сотый. Глубина сверления 400 мм. Сверлится очень плохо. Пытаемся разобраться, почему. Ради чего сюда и приехали. Коронки все напаяны сегментом. Не буду говорить, какого производителя. Я знаю, какого, но пока говорить не буду. Надо понять, из-за чего так происходит, что сегмент практически не изнашивается, но при этом очень медленно сверлит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему мы сюда приехали? Хочется разобраться, почему вчера за полдня просверлили всего 4 отверстия. Денис говорит, что дело в арматуре. Или в сегменте. Я пока не знаю, в чем дело. Поэтому приехали посмотреть, как всё происходит. Просто сидим и наблюдаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то пошло не так. Сегмент вообще не сверлит. Меняем коронку еще одну. Потому что так сидеть и сверлить смысла нет. Можно одно отверстие сверлить 2 часа. Оно должно сверлиться 10 минут. Ну, 15. Потолок. Поэтому идем за другой коронкой. Чуть большего диаметра. Вместо сотки берем, наверное, 110 или 120. Без разницы. Главное, чтобы сегмент был нормальный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готов? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 13,5 минут. Из них минуты 3 выковыривали керн, который доставали для того, чтобы эти все 40 сантиметров не улетели на этаж ниже. Ну, что хочется сказать. Вот так и должно выглядеть сверление. Если сегмент нормально работает, если он не зализан, если он не подгорел, то 13 минут от 10 до 15 минут для сотого, сто десятого в данном случае диаметра на глубину убрения 400 миллиметров, даже с двойной, тройной сеткой армирования, двадцатой арматурой там, неважно. Это нормально. Вот так и должно быть. Поэтому, ребята, начинающие речи. Если вы сверлите и вам кажется, что оно не сверлит, коронку в сторону. Если следующее не сверлит, опять коронку в сторону. И так до тех пор, пока не найдете коронку, которая отсверлит ваше отверстие с нуля до конца за 13 минут. За 15 максимум. Друзья, ну как вам наш опыт? Когда оператор сидит и пять часов будет пять отверстий. Это, конечно, смешно на самом деле. Давно такого не было. Я, в общем, ради этого и приехал посмотреть, как этот оператор, именно этот, будет именно эти отверстия. Потому что, по опыту вчерашнего дня, как-то мне показалось, слишком медленно он это делает. Мы каждый день выполняем свою работу очень эффективно, быстро и качественно на всех объектах. И если на каком-то объекте происходит сбой, обязательно на следующий день надо поехать на этот объект и разобраться, в чем проблема. Мы заканчиваем этот объект. Осталось всего четыре отверстия. За эти два с половиной часа, конечно, мы их досверлим. По скорости сверления 13 минут отверстия и за час досверлим. А завтра нам предстоит выяснить, почему так произошло, что нам напаяли сегмент на коронке, который не сверлит. Почему мы поменяли напайщика сегментов производителя. И зачем нам вообще такой опыт нужен, когда мы за день сверлим не 30 отверстий, а 10, как сегодня. Хорошо, что этот день один. Хорошо, что этот объект среди многих сегодня один. Но это все равно неприятно. Оператор наш уже понял, что коронки надо менять. Не тогда, когда шеф приезжает, а тогда, когда они не сверлят. И на определение этого вопроса достаточно 20 минут. Если за 20 минут нет результата, нет отверстия от сверленного до конца, значит проблема в коронке. Точнее в сегменте. В несоответствии сегмента и базового материала, который мы сверлим. На этой позитивной ноте мы заканчиваем наше видео. Ставим лайки, подписываемся на канал, включаем колокольчики. Благодарю за просмотр. Всех пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok